Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует канал Уникальная Зоология. В большинстве случаев этой кошке удается оставаться незамеченной. Это пума. Исследователи, изучающие пуму, для ее описания чаще всего используют такие прилагательные, как скрытная, неуловимая и осторожная. Один охотник признался, что ни одну из пум он не видел до тех пор, пока собаки не загоняли ее на дерево. Неудивительно, что расстроенные исследователи называют эту кошку ужасно неуловимой. Пума попала в книгу рекордов Гиннесса как животное с самым большим количеством названий. Самые известные названия это кугуар, горный лев, дикая кошка, рыжий тигр и оленьий тигр. Только в английском языке известно более 40 имен этого животного. А еще у нее 18 названий на языках народов Южной Америки и 25 названий на языках народов Северной Америки. Название пума, которое зоологи используют чаще всего, пришло из перуанского языка кичуа. Физические возможности пумы просто поражают. Она может прыгать в длину без всякого разгона на 7-12 метров, а на коротких дистанциях набирать скорость до 72 километров в час. Известно, что пума может совершать летящие прыжки на землю с высоты 18 метров. Все это возможно благодаря строению тела. У пумы самые большие задние лапы из всех кошачьих. Можно сказать, что для выживания у нее есть все. И она может приспособиться почти к любой местной пище. Может даже убить и утащить животное в 5 раз больше себя. А если ничего другого поблизости нет, она ест даже кузнечиков. В отношении пищи пума самая непривередливая из всех других видов кошачьих. Чтобы раздобыть разную пищу, нужны разные охотничьи навыки. Но у каждого животного свои приемы охоты. Вот, например, как пума охотится на птицу тинаму, которая водится в лесах Бразилии. Пума привлекает птицу, подражая ее свисту. Тинаму свистит только несколько раз. А пума от 10 до 20 раз. Тинаму думает, что шумный самец вторгся на его территорию. И решает выступить вперед и встретиться со своим соперником, идя на верную смерть. Чтобы выжить, в год одной пуме необходимо съедать от 860 до 1300 килограмм мяса. Это примерно около 50 копытных. Поймав крупную добычу, пума всегда прячет ее остатки до следующей трапези. Пумы, живущие в южных районах Америки, нередко нападают даже на аллигаторов. И иногда убивают особей вдвое крупнее их самих. Но у пум есть и враги. Самые опасные из них – это волки, медведи и ягуары. Все пумы ведут одиночный образ жизни, за исключением самок с детенышами. Малыши рождаются пятнистыми, а молоко у пумы в 6 раз жирнее коровьего. Детеныши никогда не выходят из укрытия, пока их не позовет мать. Со своим потомством самка общается с помощью звуков, похожих на птичьи чириканьи. Законы, охраняющие пуму, не только поспособствовали росту популяции пумы, но и привели к увеличению столкновений между пумами и людьми. Причина в том, что все больше людей селятся на границе дикой местности страны пумы, тем самым подвергая риску свою безопасность. Однако нападения пумы на человека по-прежнему редки. Все живые существа, в том числе и пумы, свидетельствуют о мудрости и силе Творца. Он считает их достойными своей заботой и вниманием. На этом все. Спасибо всем, кто смотрел видео до конца. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!